Друзья, приветствую! Это видео я хочу начать со слов благодарности каждому из вас. Сегодня утром, когда я зашел на свой канал, я обратил внимание, что у нас с вами уже больше 14 тысяч подписчиков. Чтобы вы знали, я в рекламу не вкладываюсь, идет только органический трафик, на канал подписываются только те, кому действительно интересен контент, кто считает его важным, полезным, и поэтому от сердца вам благодарность за то, что у нас с вами совпадают интересы, и мы с вами улучшаем качество нашей игры на гитаре. Это видео я бы хотел посвятить нескольким рекомендациям, связанным с тем, как разбирать композиции. Взяли вы новое произведение и с какого конца к нему подъехать, не все сразу понимают. Я себе отметил несколько пунктов на доске, и по ним сейчас мы с вами последовательно пройдемся для того, чтобы внести ясность и конкретику. Только недавно я закончил урок с одним из своих учеников по скайпу, и мы разбирались с ним композицию, которую сейчас мы с вами возьмем в качестве ориентира, и уже на базе этой мелодии, по всем принципам, о которых мы с вами будем рассуждать, мы пройдемся. Один раз я наиграю для того, чтобы было представление, как эта мелодия звучит. Уверен, что большинство из вас с ней знакомы. Вот такая вот мелодия называется «Гимн восходящему солнцу» или еще называют ее «Дом восходящего солнца». Это шотландская народная песня. Теперь первая рекомендация, она относится ко всем произведениям, это такой универсальный инструмент. Нельзя сразу композицию разучивать в оригинальном быстром темпе. Необходимо начать с медленного темпа и начать с мелодии необходимо. Как можно узнать, где мелодическая линия у нас? Обратите внимание на штили нот. Если штили нот направлены вверх, значит это мелодия. Если вниз, то это, соответственно, аккомпанемент или басовые ноты, или басовые ноты. Не всегда этот принцип работает, но в подавляющем большинстве случаев ориентир, как выделить мелодию из композиции, это направление штили. Если говорить о мелодической линии в данной композиции, то она будет звучать следующим образом. Вот таким вот образом я сыграл только те ноты, которые направлены штилями вверх. Это первый момент. Необходимо выделить мелодию для того, чтобы она в сознании у вас улеглась. Потом мы приступаем к следующему этапу. Определиться желательно с гармонией. Не со всеми аккордами и не во всех произведениях это будет сделать легко, но на базе этого произведения смысл вам будет понятен. Вот начинаем мы с первого такта. Вот у нас ля минор здесь. Второй такт у нас до мажор. Дальше С аккорд, до мажор. Потом вот он, ре мажор. Дальше фа мажор. Ля минор снова, аем. Дальше до мажор. Дальше ми мажор. Снова ля минор. До мажор. Ре мажор. Фа мажор. Ля минор. Ми мажор. Е аккорд. И снова ля минор, аем. Как видите, тут элементарные аккорды встречаются. Аем, С, Д и Ф. В принципе, все. И Е еще встречается. Значит, с гармонией определились. Следующий момент – это ритмический рисунок. Потому что если играть мелодию следующим образом, например. Ну, я утрирую немножко, но я думаю, что суть вам понятна. Не соблюдать длительности, играть какие-то ноты коротко, какие-то затягивать. Например, так, да, уже мелодия теряет свою суть и звучит неправильно. Поэтому очень важно обратить внимание на ритмический рисунок, соблюдать все длительности во время игры. Следующий момент – акценты. Под акцентом я подразумеваю в данном конкретном случае выделение мелодической линии относительно остальных нот. Например, если играть таким образом, вот так вот, начнем с затакта. Становится не всегда понятно, где у нас мелодия, а где у нас аккомпанемент. Поэтому мелодическую линию необходимо подчеркивать за счет более сильного щипка тем или иным пальцем правой руки. Вот у нас мелодия. Дальше аккуратненько. Глянцево. Опять ярко. Ярко, слабо. Ярко. И матово. Опять глянцево. Матово. Глянцево. Глянцево. Ну, это условное такое обозначение. Когда я говорю глянцево, подразумеваю, что эту нотку надо более ярко сыграть, чтобы она более как бы блестела. А остальные ноты играть матово, чтобы они не выделялись относительно мелодической линии. Видите, точнее слышите, прослушиваются ноты мелодии, они звучат более ярко. И в то же время прослушиваются ноты аккомпанемента, но они звучат матово, не так заметно. Однако поддерживают гармонию композиции и выступают своего рода группой поддержки для основной мелодии. И, наконец, последний пункт. Это различные фишки, украшения, какие-то нюансы. Ну, например, в данной композиции можно применить парочку таких нюансов. Даже, я бы сказал, три или даже четыре момента. Сейчас мы последовательно по ним пройдем. Первый момент – это синкопы. Можно сыграть так, как в табулатурах указано. Вот так вот ровненько, да. А можно мелодическую линию немножечко подвинуть и как будто бы играть ее с опережением. Вот таким образом. Вот, я думаю, что вы услышали, да, что мелодия, она немножечко как будто бы раньше звучит, чем сильные доли. Второй момент – это подъезды, вот такие элементы глиссандра. Вот сейчас покажу парочку моментов. Вот, смотрите. Опять. Сейчас опять. Вот этот вот момент, когда мы подъезжаем к какой-то ноте, немножечко загадя, взяв парочку ладов, тогда создается такой специфический эффект подъезда, то, что называется. Еще один момент – это динамические оттенки. Можно непосредственно в рамках одного такта играть какие-то ноты чуть-чуть тише, какие-то громче, не в плане акцентирования, а в плане общего звучания. Вот, смотрите. Громче. И как будто бы затухаем. На подъем. И затухаем. Опять на подъем громче. Теперь тише. Тихонько. Тихонько. Увереннее. Вот здесь можно уже играть непосредственно, исходя из ваших вкусов. Какие-то моменты могут вам казаться, что нужно сыграть громче, выделить какие-то меньше. Так что можете экспериментировать. Последний момент – это уже непосредственно длительность, которая заметна во фрагментах. Какое-то предложение или фразу можно сыграть немножечко скорее, а какое-то немножко как будто бы с такой нерасторопностью, с таким спокойствием для того, чтобы создать определенное настроение. Ну, например, можно начать немножечко медленно, грузно так. А потом немножко темпа прибавить. Живо сыграть. И немножечко замедлить. Опять чуть-чуть прибавить темпа. Замедлить. Прибавить. И вообще уйти на замедление. Если все вот эти пункты, о которых мы с вами поговорили, вместе синхронизировать, аккуратно, синтезировано, синтезировать, вместе сыграть все это, применить, то композиция вот обретает такие интересные краски, приобретает определенный глубокий смысл и доставляет удовольствие и вам, и вашим слушателям. Применяйте все эти моменты в вашей практической игре и у вас качество будет расти очень быстро в вашей игре. Если это видео показалось вам полезным, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А мы с вами уже увидимся в ближайших видео. Хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok